Нурнирного такого. Короче, самое сладкое на десерт. Вот, поэтому организаторы поняли, справились, посмотрели на игру лайфа с соком, увидели пустые залы, отток зрителей на трансляции, поняли, ради кого собирается весь мир, на кого они хотят посмотреть. Поэтому император играет сегодня последний. Против сока. Поехали. А сейчас Мун, легенда. Легенда Варкрафта. Игрой пока что своей не впечатлил, по крайней мере меня. Я помню Муна разного. Опять же повторю, что у него такая же амплитуда. Он может играть превосходно, может играть отвратительно. Довольно большой разброс у него по скиллу. А то Хэппи как бы все ровненько. У Фогидж тоже проблемы с... у Соника тоже такие особенности есть. Нестабильные, нестабильные. Мун как Соник, да-да-да, нестабильные эльфы. Не, есть же стабильные эльфы. Ремайнд, например, был стабильным эльфом. Вот такой, который просто... Ты его как ни смотришь, он всегда играет ровно, ровно-ровно. Причем какой год ни возьми, там на протяжении, не знаю, там восьми лет он просто играл своего ДХ, Нагу, там или ДХ, кто там еще. Малтун Кинг первым. Еее! Вот, и стабильно, на высоком уровне, без лажи, четенько, турнирчик за турнирчиком, главным образом, правда, в онлайне. Не ленился, такой трудяга был. Крео был стабильным. Крео? Нет. Крео был нестабилен. Ну, то есть, как, Крео был стабилен на высоком уровне, но мог иногда прыгнуть очень высоко. Он мог удивить, но он все-таки нестабильный был в топе, так скажем. Ну, или, по крайней мере, неделительный промежуток по времени. Так, а что там за герой? А, Димка. Ясно, видимо, была подготовка под Варден. Маттун Кинг, поэтому был взят на эхо. Ну, на самом деле, МК, в общем-то, третьего левела может дать Димке прикурить. То есть, подконтролить можно. Да, без Лайтнинг Шилда, здесь скрипится почему-то. Ох, там ополченец может сдохнуть. Это странно. Большой бутылёк маны совсем не нужный. В этот момент ты жалеешь немножко, что, возможно, Варден надо было играть. Ой, извините, я хотел сделать чуть-чуть. Да, там тоже. Ох, а вот у МК, амулет, это просто шикарно. Плюс два молотка, полная мана на старте. Дико. Главное сейчас добраться до третьего уровня. У него, правда, не полная мана, он умудрился где-то. Видимо, ну, может, Вархмага там кидал или ещё в кого-то. Футмэн присматривает за Димон Хантером. И пошёл апгрейд на Т2, здесь не будет грейда. Пойдёт ЭЭКС, уже бегут ополченцы. Ботинки нужны, МК. О, и тут тоже нычка ставится. Это хорошая тема на Эхоэллс тоже, стандартная, можно сказать. То есть, особенно если ты Т2 тыкнул, уже шансов отменить экспандаж, если ты о нем узнаёшь прям моментально, никаких нет. О, Чимико выкупает тролля. Но, благодаря сеточке... Смотрите, смотрите. Ловится фут. Он, правда, убегает. О, ещё одна сетка. Вот тролля. В это время закупаются, скорее всего, сапожки Маттон Кинген. А, персоналка. Персоналка. И сразу отменять Экс. О, минус Арчам. Да и там Димон Хантер не третий. О, этот... Прекрасный, реально очень хороший тайминг. Прекрасный тайминг. Так. ГГ Мун 1.0. Пишет Спейл. Принято, принято ставочка. Главное, вовремя. Начало, конечно, очень-очень плохое для Муны. Надо пытаться как-то вернуться. Ой, ловит, 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 ловит. И... Бах! А, третий уровень получает. Баш! Это минус ТП, естественно. Надо лжезамак сделать. А-а-а! Не обмануть, Муна. Не обмануть. Да. Там база быстрее будет, герой повыше. Ну как, герой сопоставимый уже сейчас. Но... Телепорт минус. И казалось бы, да, Димка, контракт к МК? Ну он еще, конечно, там повыжигает ману в перспективе, но... Амиката уже третий. Надо выложить, наверное, амулетик, попробовать, да, пропитер. Плашин так и делает. Но он не выкладывает, правда, просто пропивает. Покажите магазин, магазин сражений, алло. Да вы сверху, справа! А-а-а, не довел футмена справа! Это могло быть изейшее, просто 1-0. А, здесь уже нельзя сражаться так просто, потому что панда уже начинает сдувать. Приз, скорее всего, сдохнет. Как же он блочит еще, а? Вы посмотрите. Просто обреченный троллин должен был там сдыхать. Взял, подблочил МК, подблочил Берсеркером и готово. Очень поздний эксп. За не менее лучших вариантов, просто тайминговая лавочка, обожаю. Вот почему у Альянса всегда вот такие вот проблемы? То есть деньги есть, все есть. Уже там и Т2 заказал. А магазин 30 леса, жмем. Жалко. Так, Т2 лорнится, это все понятно тоже. Сейчас криппинг будет. Выманивает. МК регенит ману, регенит хп, бежит. Ну, ему нужно как-то пытаться отвлекать от криппинга. Либо криппить самому. Но, конечно, лучше повоевать за... Он не успеет. Если бы он знал, какой здесь тайминг криппинга, он бы не стал сюда бежать. А если бы магазин вовремя поставил, успел бы. Молоток хороший, баш. Ой, там же минус. Там еще ботиночки у АМК все-таки. Минус арча, минус дыха. Мун вдохнул и выдохнул сейчас. Такой полный боли был вдох и выдох. МК 600 маны. Ну, ее надо восстановить, конечно же. Сейчас вообще нычку можно отменить, пока димки нет. Понятно. Ну, может, им... Нет, тролля подрезает. Там уже четвертый МК. Минус тролль. Еще в скролл за бист выпал. Забей уже. Тут такой кривой тайминг этого экспанда. Он еще не работает. Еще шахта прикапывается. Минус ТП. Минус главный герой. МК скоро наполовину... Ой, 72. Вот это... Надо сейчас персоналочку сразу сделать, чтобы телепорт не потратить. Да ладно. Отпускает его Мун. Хотя, может, отпустил из-за того, что там все равно персонал кейс. Там так или иначе уходит. Т2, Архмаг. Да, первый кастер, и все понятно. Хотя мог быть и Бладмейдж, на самом деле. И против панды, и против димки. Хорошая тема. Убегает, убегает, убегает. Прячется в лесу, Маутен Кинг, партизан. Ты же хотел за Муна болеть, как ты не очень хочешь. Ну уж такая игра. Слушайте, тут Мун делает все, чтобы отдаться. А Чаймика всеми возможностями пользуется, которым ему предоставляет игра. Хорошо играет. Сейчас надо выложить пару амулетов, пропить, не полениться бутылекой, регенерацию пропить. Все пропить. И бутылеку лучше пропить сразу же. Да. Все правильно делает. 400 маны просто с куста сразу бах. Красиво. У МК на четвертом уровне, боюсь точно сказать, ну где-то в районе 300, 300 с небольшим, 325, может быть, маны, как-то так. А сейчас... А, ну вот, 315, 315. Сейчас 615. Дрятку ловит в сетку Мурлоке злые. МК вылезает вперед, молоток... Нет. Он хочет кинуть молоток в дыху, но дыха держит дистанцию хорошую. То есть, если ты не кидаешь молоток в дыху, то ты пропускаешь, скорее всего, два бёрна. Так, по крайней мере, можно его застанет частично. Частичный... Ну, хотя бы один бёрн по тебе пройдет. Рифл там закупается, смотрите, на нем стрелочка такая. Все, шоплюсь. Ну все уже, надо брать оранжевую точку справа внизу, перекупить желательно свиток, и выходить спокойно из лимита, уже выходит из лимита Чимико с последующим пушем. Все. Все, что нужно сделать. Фермы... Ну... Экспресс-методом строятся три фермы. Да, крипит сначала зелененькую, тут Мурлоков под боком. Наполовину пятой МК. Муна денег дофига, почему он так лозает. А он готовится как раз к выходу из лимита, чтобы с Т3 это сделать. Это стандартная тема, потому что тебя пушат в определенный тайминг. И тебе до определенного момента не нужно. Тебе нужно делать грейд на Т3, тебе нужно делать грейд на Медведе, тебе нужно делать апгрейды, желательно Нейшн Тов Вин заказать, для того, чтобы у тебя 1-2 феррика было для отбивания этого пуша. Потому что к тебе где-то на лимите 70 приходят... Вот. Медведи. То есть он чувствует тайминги правильные, дефолтные. Он знает их, потому что сто раз уже, блин, играл. Перекупил свиток, все правильно сделал. Малтон Кинг. Прекрасно. Прекрасно. Инвульчик еще приобрел, это так бесит, потому что еще 7 секунд беспредела будет у Малтон Кинга. Мун идет сейчас к магазину, там, скорее всего, ничего нет. Нет, все-таки есть еще один свиток. А, только сейчас ночь началась, поэтому... Угу. Да, у этих бэк-творков тоже про 70... 70 лимита пуш говорят. Побежали менты. Ну, посмотрим. Любопытно, сколько там у него медведей. Сколько грейдов. Есть ли фэрики. Снизу будет застройка. Да-да-да. Что-то купил еще Мун в маркетплейсе. Я не знаю, что. Рычим. Я не знаю, что это было в Бразиле. Нет тары, чтобы убрать это. Нет тары, чтобы убрать эти здания. Так. Рычим. 76 на 68. Ситуация плохая, но это следствие отмененного экспанда. Это вполне логично. Ммм, пошел Мил. Что? Пошел Близзард. Так. Перегруппировается. Кайтит. Дыхание пары. А где МК-то вообще? МК сзади. Панда очень битая. Риджуф на Панду. Перекастовать не получилось, к сожалению. Хотя Брякеры были близко. Так. Готовится атаковать Мун. Снова. Барак падает. Молоток влетает в Димку. Близзард залетает. Очень хороший. Надо сейчас инвул, наверное, юзать, чтобы Моноберн не прошел. Ах, проходит Моноберн. Свиток пошел. Медведи довольно красные уже. Ну, такие, частично. Моноберн на 55. Неплохо. Довольно много еще армий осталось. Битый Димон. У него есть инвул. Панда винные пары. На дыхание маны, кажется, не хватает. Нет, Свиток надо юзать сейчас с Пандой. А, Свиток и там, и там. Очень битый Димон. Да-да-да, есть став. Слав сдувает. Телепортируется. Как? Да. Ну, возможно, стоит переучиться, блин, Мкоин на Клэп. Блин, я не знаю. Потому что с таким количеством маны она ему особо не нужна сейчас. Да, переучивается. Ну, потому что Близзард это классно, но Близзард первый. Баш особо толку от него нет. Причем башен не был. Ну, там не до башен было, на самом деле. То есть, тут вырезано все. Обратите внимание, тут елок нет на дефолтном месте. Возможно, там просто пожрал АОФ. Мун не поленился, перекликал все это дело. Чем построил лесопилку. Они делаются для того, чтобы отзонить армию. То есть, если есть лес, ты ставишь одну-две лесопилки, и все, медведи толпятся и заливаются Близзардом. Клэп и до свидания. Но тут была другая ситуация, тут было чисто поле. Третий Архмаг, это сможет быть даже и не вторая аура автора Элементали. Ой, в смысле, вторая автора Близзард, извините. И сейчас, конечно, преимущество уже у Муна. Потому что в невыгодной для себя ситуации он умудрился отбиться. Сейчас он добавляет, скорее всего, грейды. Он добавляет Ancient of Wind, как раз для того, чтобы в армию встроить парочку ферриков. Ну, вообще неожиданно, конечно, результат сражения, потому что реально преимущество было очень хорошее. И экономическое, и в лимите, и даже герои были лучше. Возможно, Чаймика пришел чуть позже. То есть, у него было 69 лимита, соплайблок из трех ферм, и он пропустил, да, пара ферриков доделывается. И вот успел Мун отстроить лимит. Успел. Да, Мун перекупил его баскролл, это очень важный момент. Смотрите, у Димки и у панды по свитку. А без свитков идти даже на третью панду уже не хочется. Ну, это... Это плохо. Пошел апгрейд на Нечу Бластинг, вообще не понимаю, зачем он здесь делается, там и деревьев-то особо нет, чтобы, типа, нычка дольше стояла. Под невидимостью Маунтон Кинг. Позиция. Сейчас вот может зарешать позиция для Чаймика. То есть, если мы выберем место, где медведям будет некомфортно, где они будут толпиться, может быть, даже ударить на мейн. Может быть, на мейне даже, потому что там можно... Да, он на мейн пошел. Нет. Ах! Он увидел, что его увидели и... Он думает, нет, он все-таки пойдет на мейн. То есть, тут реально основной дамаг наносится Клэпом и Близзардом. И чем больше медведей будет вот в этой опасной зоне, тем эффективнее и... Короче, сражение зависит от правильной позиции сейчас. Просто сражение. И вот он пытается... Магазин. Окей, магазин такое. Но он быстро... Быстро разрушится. Пошел Близзард, Клэп, молоток. Вообще, нужно инвул сейчас сразу поражать Маунтон Кингом. Инвул! Ну, инвул! Блин, так поздно. Еще один Клэп. Смотрите, как хорошо медведи толпятся. Смотрите, как Близзард залетает прекрасно. Правда, Фейрики вон там... Жестко Фейрики давят! О-о-о-о! Вот я про этих двух Фейриков прям... Вот это прям вишенка на торте. Вы видели, что с сорочками было? Там человек пять сдохло просто. Ё-моё. Два юнита, понимаете? Один-два юнита, которые создают огромное количество проблем. Двухлимитные, дешевенькие, 155. Если правильно отконтролить, хрен ты их убьешь, особенно таким миксом без рифлов. Кто тут? Кастер и Сплбрекер и небольшое количество рифлов. Они штрафуют всех. Они штрафуют за лечение престов. Они штрафуют сорочек за слоу. Они штрафуют Архмага за Близзард. Маунтон Кинга за Клэп и Молотки. Ну, героев, конечно, по... Поменьше, но тем не менее. И это больно. Очень больно. Главное, чтобы контроля на Феррика хватило. Но Муна, очевидно, контроля хватает. И он уже все, фавори. В 80 лимита, косарь на руках, перекупает снова свитки. Ну, правда, один свиток у Архмага каким-то макаром. Вот. У Феррики... На Басфоркафте. В Феррики, как только в зоне Феррика, когда он в определенной форме, происходит чтение заклинания, он пускает туда лучик, который наносит урон пропорционально затраченной мани этому юниту и тем, кто вокруг. Чем дороже заклинание, тем жестче урон. Поэтому всякие лечения у престов не очень сильно штрафуются, там, по множителям, кажется, полтора или два на юнит. Ну, то есть, типа, по семь, по десять. А вот если слоу накастовывается за 40, за 50, не помню, сколько сейчас слоу стоит, то это уже такая плюха хорошая прилетает. Причем не только 40, которая вздумала кастоват рядом с Ферриками, но и всем, кто вокруг. Дыхание... Ой, как много рабочих падает от дыхания панды. Ну, такое себе... Близзард, ну, задевает буквально одного медведя и пару героев. Моноберн хороший. Диспл. Ой, позиция плохая у Муна. Панда битая. Телепорт у панды был! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Это ГГ, естественно, было бы, если бы не такое преимущество у него до этого по ресурсам. Офигеть. И куда он пошел? Куда он? Отвлекать, видимо, пошел, чтобы не сражаться. Там делается уже паладин. Иннер фаер. У-у-у, сейчас там минус экспанд будет, скорее всего. МК на половину шестой. Он так накормил, просто Чимико так накормил. Да не как будто это минус экспанд, это точно. А вот Кастл выстоит, скорее всего. О-о-о, какой клэп! Телепорт на телепорт. Медведь, здрасте. Офигеть. Такие качели. Да-да-да, надо перекапывать просто с мэйна, подождать, когда закончится. Снычка это не такая большая проблема. Проблема, скорее, в том опыте, который получил Чимико. Он убил панду, Демон Хантера, где-то пять медведей. И все это высокого уровня, там 4-4. Нет, 3-4. 4-3 было, панда 3-я умерла. Это... Да, возможно, здесь будет ультимейт. Ой, тут еще позиция такая отвратительная, посмотрите. Нет, хотя можно, можно, можно пройти вниз. Фейерики полетели. Молоток ловит Маутан Кинг. О, смотрите, Фейерики. Креново повесил, что ты делаешь? Ой, битый Архмаг, битый Демон Хантер. Кажется, он собирается словить молоток Инвулом. Став, перегруппировается. Чимико-то тоже нужно давить, пока экспанда нет. Ну, то есть, у него ситуация лучше не станет со временем, потому что они один в один останутся. Ой, как сплитит медведей, хороший Берн. Вы видели, как он засплитил Миши? Классно. Ах, опять Близзард. Шикарный. Просто не дает Муну подойти. Красота. Красота. Пошел Мейн. Здесь 500 голды осталось. Но на базе здесь 2000, а тут 6 где-то, да? 5. 5. Вот, это ключевой момент, который должен провоцировать Чимико на атаку. Он должен отступать, но ненадолго, закупаться, свиткин, вулы и планировать новую атаку. Потому что через минуту Мичка начнет работать. Ну, хотя нет, у него есть пара-тройка минут еще до мега-активных действий. Класс. Может, даже он из 80 будет выбираться сейчас. Да, он явно... Ну, да, да, он ферму строит под 90+. То есть это точно планирование атаки на... Ну, через 2 минутки где-то. Вышка, скорее всего, просто для... Для чего? Магическое, может быть. Свиток. И... Возможно, инвул. Да, инвул. Классно затаривается. Просветка. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-оо-о-о-о. Опасный момент для Муна. Медведи, конечно, все живые. Феррики увлеклись. 2.2 грейды у Муна. Ну, скорее всего, такие же. Может быть, даже 3.1 типа грейды. 2-2, даже милишные грейды, он на брейкеров делал грейды, а не на рифлов Ну, Мартира не строит, поэтому, возможно, ему как раз сейчас имеет смысл даже рыцарей добавлять в новый лимит Учитывая такие грейды классные Нет, два грейда еще на рифлов, нифига себе Ну что, Чаймика идет в атаку, 88 лимита против 79 Маутен Кинг, невидимый, почти шестого уровня, идет до... Ой, Моноберн, ой, какая просветка, он так прочитал, сделал Берн Это минус Клэп, неожиданный в самой куче, и минус Мана Ооо, как же играет, классно Опять Инвиз А там стоит Вард, там Вард же стоит просто у... Или нет, чей это Вард стоит? Ой, пози... Бун пошел в размен, зачем? Ээээ... А зачем ему контратак, а там шахта заканчивается? Какого хрена, что ты делаешь? Да Чаймика вообще не понимает, а что это меня тут разводит И разводится Не, ну в этом смысла нет Какой, какой... Какой смысл было идти сейчас в развод? Телепортируйся, нафиг Какой ты ж... И он тыкает в экспант 600 голды осталось, ты чего? Серьезно? Серьезно? Блин! Ты... Да какая разница? Что? У него опять ТП у панды, который он мега рискует, ради чего? Эээээ... Ну, типа выиграть время, окей Допустим, он не хотел в... Нет, если бы он не хотел, он просто сразу телепортировался после убийства рабочих Какая разница? Зачем ему это делать? Короче, Мун пытается сейчас выиграть время А, он вообще не хочет сражаться? Аааааааааааааааааааааааааseits Зачем? Ты себе... Ты же... Ну, ты можешь спросить Тот, Мун良 всё хорошо за это Не поспоришь, Мун очень хорошо, да В нестандартных ситуациях, но... Блин, ему нужно было просто эту базу защитить Да, это может быть сложно, но лимит сопоставимы Грейд и лимит Ну, грейд сопоставимый, лимит сопоставим, что-нибудь так 6 левел МК Мун по каким-то причинам вообще не хочет сражаться Может быть он боится МК Мне кажется он боится МК Ульты в частности Но сейчас точно он не будет сражаться с ним МК пропивает отвар Просто чтобы это снести Все и поразводить Особенно против инвизного МК с молотками Ты же там так растеряться можешь Оооо, хорошее замечание Он же не может стелепортироваться Это какой-то просто новый уровень игры Я должен просто его пытаться понять хотя бы Ну, Чаймика пока ведется Он просто бегает так, что... Это один из последних рабочих, кстати А есть ли рабочий у Чаймика? Хотел сделать Берн Пытается... Ну, он стафает, естественно Но ты просто молоток можешь получить Еще один стаф, молодец И здесь разводят Мне кажется, у них есть бэкграунд по разводам Мне кажется, Мун себя гораздо... То есть он, может быть, знает, что Чаймика не умеет Не умеет Там ловят, там ловят Слева, слева, слева подрезают Ну, красная точка, блин, внизу Ну, внизу там убивают Ах Блин, но Апса похвалил рано Там пара трупов должна лежать Да, вот здесь вот Мун открылся И ставит базу Вообще, где? Где? Что? Как? Отличное место, блин, для базы Ааааааа А есть виспы у нас еще? И Чаймика открылся Все У Чаймика есть пара рабочих, кажется, на мейне И нос один Куда став? К алтарю, кажется Приоритет на алтарь идет А потом по строениям Я не помню, какой там точно порядок Но после... нет, то Стаффа идет в правый нижний угол алтаря. Если я правильно помню. Да. Что, биться будем? Серьезно? Там МК такой дикий. Офигеть. Как, как вообще? Что ты делаешь? Такой стом. Он пытается прорваться к магу с кастерами. Да. И в определенный момент он решает, а, подерусь-ка я. Телепорт, жми. А, нет телепорта. Дыхание. Минус панда. Такая просто кара. Просто такая кара. Я... Да, и причем в позиции хреновой. Что? Не, не, не. Муна... Понять Муна и умереть, как бы, это невозможно, это сделать. Муна и умереть это против Близзарда. Это близко к левелу 3 Близзарда. Это делает много... О чем он думает? Как он думает? Вообще, как процесс принятия решений происходит? Как правильный игрок сейчас? Ну, сейчас-то понятно, будет мурыжить, пытаться бейстрейдить. Опять. Да, у него другого варианта нет. Палочка, кстати, пустой. Он там блочит рифлом, красиво. Уже вперед. О-о-о-о-о! Окружают рифлами Демон Хантера. Красивый инвул влетает прямо в молоток. Прекрасно, друзья. Ну и уровень, конечно, очень высокий. И инвизные рифлы. Не выйти. Красиво, красиво. Гега? Вот это сумасшедшая игра, друзья. Это... Да, Спейл был прав, надо это признать. Как спрогнозировать? Правда, такой ход игры я просто не представляю. Муна, который приходил так хорошо в эту игру, не звучит хорошо для него, экспансия не заканчивается. Шок. А, нет, Изи для Муна, я же Спейл писал, точно. Но все равно нереально предугадать. То есть ты не можешь предугадать, например, что... Что Муна даст жирную панду с телепортом и половину армии, что у нее там зажмут героя на отступлении. Не можешь предугадать, что он вместо того, чтобы дать сражение при... Ну, в нормальной ситуации, когда у тебя стоит экспант, когда на тебя идет враг, он пойдет в размен, будет убиваться, буквально убиваться об экспант, рядом с которым стоит шахта, в которой 600 голды, то есть это минута добычи и все. Ну, нет смысла в этом экспанде вообще никакого. Он там теряет медведя, он там теряет хп, он там теряет телепорт, он чуть не теряет там панду. Ради чего? Вообще не ясно. Потом мурыжет, мурыжет, минут пять бегает, пытается по это самое, посносить здание, и такой... А, давай, здесь будет финальное сражение. Фигак, медведи все в кучу, Клэп за Казмодан, Близзард сверху, медведей нет, что? Как? И при этом он на каких-то чудесах, имея там меньше лимита, отбивается от дико таймингового пуша. Вначале-то вот все, все, все... Как все началось, да? Отмена экспанда у Муна, минус ДХ, минус телепорт, инициатива полностью в руках у Чаймика. Он абсолютно спокойно приходит, ну, с запоздавшим таймингом, ладно, лимит 70 против там лимита где-то 60, с лучшими героями, и проигрывает. То есть, Мун отбивается от самой важной, по сути, вот в этом, как бы, дефолтном, ну, именно на этой карте, в этом мэтчапе, от самой опасной атаки. Потому что все последующие атаки, если Хумен повторяет, то есть там просто нужно восстанавливаться, закупать свитки, и просто отбиваться. Но у тебя все лучше и лучше и лучше ситуация, вплоть до самого конца игры, потому что у тебя позже экспант, у тебя лучшая экономика, у тебя полезнее в перспективе героя, нормально вроде все. Хренас 2. Такие игры вообще не прогнозируются, они не... Ты захочешь, такого не нафантазируешь просто. Такое впечатление, да, хорошая мысль, что здесь нет дефолтных игр, что они всегда готовы сыграть стандарт, как бы, до определенного уровня. Но потом, из-за того, что оба хотят победить, из-за того, что складываются нетипичные ситуации, начинается вообще какая-то... какие-то невероятные вещи происходить на экране. Но панду-то зачем терять? Кс-панду зачем убивать? Вот сдался ему этот эксп, реально. Какой вообще аргумент? Ну, единственный аргумент, что типа я не хотел сражаться в тот момент. Да, у меня 80 лимита. Да, у меня там стоит эксп. Да, он нападает, можно попытаться отбиться. Ситуация неплохая. Я знаю, что у него там эксп раньше, что там золота нет, но сражаться не хочу, потому что не хочу. Потому что там МК страшный. Зачем я в конце сражался тогда? В гораздо более плохой ситуации. Короче, классно. Невероятная игра. Что-то там козла уже заказали, да? Кипер, 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 кипер. Может быть, не герои, которые могут уходить, если они слишком быстрее или имеют высокий HP. Но практически вся университет, который приблизит, умеет к левелу 3 кипера. И он получает левел 2 инстантно, с первым аргументом, кипер, кипер, как он МК, да, кипер, как он МК, как он там окружал, врывался. Смотрим от первого лица Муна. Ну так, спокойненько контролит. Точно, но спокойно. Перекладывает артефакты, видимо, готовит слот подстав. Выкручено у него, причем яркость, как вы видите. Может быть, конечно, это особенность карты захвата, которые стоят на компах. Потому что бывает, что из-за цветопередачи он так поярче становится. Но, возможно, он и выкручивает специально, чтобы лучше видеть выше контрастность на мини-карте, Точнее, ну, яркость, не контрастность. Фух, да, игра. Но такие игры как раз и запоминаются. Такие игры как раз и интересны, потому что они... Чего толку смотреть даже в прекрасном исполнении дефолта, правильно? Есть определенная там практика, статистика, прошлые игры, которые друг на дружку похожи. А вот такие как раз ненормальные запоминаются. Арча. О, хорошо. Спасает Арча. Ну, как спасает? Выигрывает немного времени, не факт, что этого хватит, да? Или... О, и прячется прям... Как только сова там... как она там... взвыла. Минус Арча. Ну, по крайней мере, 50 баксов заставил потратить. Может быть, не стоило, кстати, прятаться Арчой, потому что Прист вроде как подрезал Архмага. Если Арча бы уходила вниз, то Архмагу пришлось бы бежать на Приста, и Прист... Присту не надо было догонять бы его. Надо было просто немножко подблочить. Верлоин, здравствуйте, здравствуйте. Уманивает Кобальтов. Довольно агрессивно старается играть Мун. То есть он и подиспеливает, и прикапывает все вроде Экспы. Не сбивает Чаймика. Очень агрессивно, конечно, Мун начинает. И пока это дает свои плоды, он опережает по криппингу. Да, интересно. Довольно поздновато. Нет, не получилось. Не получилось у Архмага добить первого Кобальда, он не оставляет. Нет, не добивает. Можно, кстати, прикопать Архмага Чу. Да, у него сапоги еще. Вряд ли. Да, действительно, он очень плотный. Мне там плюс три силы. Странно, что оставляет сейчас просто Кобальда. Ради чего? Хм. А может, сразу Энтер второй. Нет. У него вторая прикопка. Ну, там проверили, я не обратил внимания, то есть не успел посмотреть. Второй уровень. Кажется, второй уровень был прикопки. Это было очень странное сейчас решение от Муна, что он оставил. Он, видимо, пытался найти, где там оставшаяся... где остальная армия крепится. Но не нашел. Они спокойно эту оранжевую точку забрали. Блокирует как может. Оба причем блокируют как могут. Арча спаслась. Прикопку, правда, пришлось потратить на это, но спаслась. Экспанк делается. Ну, это стандартная тема, да. Прогрызаемся. Паралорниц. Скорее всего, да, алхимик. Алхимик. Или панда. Да, панда все-таки вторая. Вот это интересно. Ну, во-первых, алхимика немножко приспустили, а панду немножко приподняли. У панды... Там осидку, кажется... В смысле, у алхимика осидку поменьше сделали, да? Там периодический урон. Кажется. А у панды подняли от Breath of Fire или от горения урон. Хороший тайминг. Подрезает сейчас одну Арчу. Блин, бедное дерево. Видите, как оно страдает там внизу. Интересно, кто добил. Не посмотрели. Кажется, Архмак все-таки вместе с этим, с Молтанкингом. Так, пошло дерево. Медленно. Пара реплов. Отступает. Да, дает, в общем, чаймика. И контролирует постоянно. Видите, вис присматривает. Спокойно, стало быть, добьет. Хотя там Архмак бегает, рядышком харасит, но я не думаю, что... Это вообще можно минус ТП получить. На него даже внимания не обращали, что очень странно. Вообще, реально можно было минус ТП сделать. Ну, это очень странная тема. То есть, вот какого хрена он не про... не проатаковал АМ, пока была такая возможность, пока он там стоял, куковал. Потом бросился за... как оголотелый за ним. И не добил. Странно. Очень странная игра от Мат Муна. Цвиток есть. Варт. Да, и флокастеры. Грейт на дальность рекламы делается. Панда вторая. О, сейчас увидел. Увидели энты. Армию. Ну, тут самое слабое звено, это, конечно, Архмак. И в него нужно вбиваться. Пытается подрезать сейчас рядками по подкрепу. Очень хорошо. Какой дэмэдж дан по экспансиону? Ну, че, отменили шахту. Тут же перезаказали. Дерево там стоит, нормально. 47 лимит. Ну, сейчас Муна может спасти его контроль фирменный. Может спасти контроль. И тут надо прям внимательно смотреть. Это специальная сдача? Нет, вряд ли. Ой, хороший винный порых. Очень хорошее дыхание. Высасывает ману у Маутон Кинга. Молоток ловит. Став есть. Став есть. Ну, че вы там кричите? Все нормально. Панда улетает. Рифл терпит. Дриада тоже. Застройка идет, судя по звуку. Там рядом с... Да. Козочкам вообще не прикольно бегать так под рифлами. А вот это плохо. Так, возвращается Панда. Без нее никак. Так, пытается подрезать рифла. Вины пары дыхания. Элементаль — это халявная экспа. Так. Минус одна дриада, минус вторая дриада, минус приз, минус райфл. 42 лимита на 47. Хорошее дыхание опять от Муна. Телепортируется чем-нибудь отсюда. Да. Так и отбились. Да, еще рифла успевают забрать. Ну, я не хочу ничего сказать, но это по дефолту, это уже 1-1. Как бы тут... Дальше будет сложнее с рифлокастерами что-то сделать с третьей пандой, с работающим экспандом. Муну главное сейчас не халявить не делать т3, просто штамповать коз, эрегенить и получить третью панду. Все, больше ничего не нужно. Он сам придет. У Чаймика крайне мало времени, потому что он знает, что экспанд уже приносит прибыль. Какой-нибудь инвульчик, один свиток для распределения, ну, распределить урон, подлечить дриадок. Мун это любит, Мун это умеет делать. Сейчас будет свиток точно. Козла нужно отвезти, чтобы панду получила здесь третий. Ей должно хватить. Да, свиток взял. Можно даже один сразу юзнуть, а второй взять. Хотя там много живых дриад, мы, как правило, не тратим третий уровень. Короче, одна атака будет, скорее всего. Одна атака будет. Чаймика идет в атаку. Третий левел получает Маунтан Кинг. Ну, он идет в атаку через нейтральчик. Нормально. Не прекращает Криппинг и Мун. У него есть телепорт на всякий случай. Надо диспелить с Триппланет. Все-таки не хочет тратить ману на один Лайтнинг Щилд. Лучше оставить это на реальное сражение. Телепорта, кстати, нет у Архмага. И это, скорее всего... Он там показывает нам битву, которая происходила. Диспл, диспл, диспл. Нет, ну как, артефакты? И чего? Ну, в общем, сейчас спокойный телепорт и отбивание. Лимит там не выдающийся уже. Не знаю, почему не телепортируется. А, он артефакт взял. Плюс шесть агилы. Покажите. Важный момент. Это финалочка вообще по мне. Хороший... Хороший молоток. Влетает в панду. Опять винные пары. Кривейшее дыхание от Муна. Молоток в козла. Да ладно. Свиток пошел. Надо уводить козла срочно. Срочно. Дыхание хорошее. Панда еле живая. Да, вот это правильный, на самом деле, молоток был. Панду смысла не было кидать. Сорок шесть, пятьдесят девять. По лимиту немножко... Надо отступить, видимо. Но там вышка, правда, доделывается. Это неприятно. А, и ты не чинил все это время. У-у-у-у. Нельзя отступать. Нельзя отступать Муну. Мун снова наступает. Да. Пытается вернуться панду. Магическая вышка здесь очень может помочь. Да и магазин тоже хелпует. Не, еще не все решено, блин. Да, да, да. Ёпра СТ, ну как так-то, а? Дыхание такое кривое было от панды. Вообще в тролля куда-то мимо. И понеслась. Все, сейчас уже... В лучшем случае игра выровнялась. Нет-нет, все еще преимущество Муну. Все-таки. Четвертая панда. Здравствуйте. Как все в куче. Двины пары. Ох, сейчас так все развалится. О-о-о-о! Ох, свиток. Фокус по Архмагу, которого нет телепорта. Это минус АМ. Но оно не уйдет от такого количества дрят. Если просто подходить нормально, дрятками дыхание кривое. Что? Что? Став на панду надо делать уже скоро. Там диспл хороший. Где козел? Ну став где? Ееееее. Да, какой валидол. Архмаг возвращается. Козлу нельзя подходить ближе. Ну, там, правда, пятый козел уже. Молоток в тролля. Ва-ли-дол. Ну, все равно преимущество умуна, естественно. 5-4 на 4-3. Лимита больше. И бедолага Архмаг, который просто поставляет экспу. Бестолковая абсолютно сейчас. Самая большая проблема — это панды. То есть вот что с ней делать, уже не ясно. Ты должен с одной базой накупать такое количество свитков, чтобы просто нейтрализовать ее. Понимаете, после каждой вот этой вот связки винной пары дыхания всем становится очень плохо. И если не читать свиток, то все. Престы не справляются с этим. Либо брейкеры, но вот это уже... Это не то. О, у нас дверь надо открыть. Секундочку, я побежал. Готово. Мун просто чекает, проверяет, что нет экспанда. 1-1 грейда умуна. Там 1-0. А там мейн, кстати, пара косарей, я думаю, остается уже. По времени времени... Ну, уже подходит время. Мун берет красную точку. Дриадку хотели окружить ополченцы. Большая мана, да. Это приятно. Это приятно. Панду, конечно, хотелось бы докачать до пятого, но этих големов, кажется, не хватит. Ох, и выпадает прекрасная аура. Топовая для Дриад, наверное, все-таки, учитывая. Учитывая, что мобильность — это и характерная черта, и замедление, и яд, все это. Молоток. Ну, что ж ты не сразу... Я тоже ждал этого молотка. Думал, ну, сейчас он кинет молоток, он заставит молоток в молоко, но... Не получается. Друзья, Хэппи будет играть после этого. Ждем. Ждем, смотрим, пока людей на разогреве. Тут Мун, Чаймика. Пошел экспант от Муны. Еще один. Хотя там же мейн заканчиваться должен, нет? Сколько там шахте? Субимаска, там Маутин Кинг довольно серьезная. Но МК тоже, он... А что он может сделать? С дрядами он ничего не может сделать. Герои на стафах, у одного стафа, у второго стафа. Да. Мне кажется, Мун зря... Зря... Пассивно играет сейчас. Сейчас уже можно... Особенно с таким лимитом классным, с такими героями прекрасными. На свитке, видите, работает. Такой два свитка лечения. На красной точке они должны зарубиться. Потому что ни тот, ни другой не должны ее отдавать. Чаймика не выходит из лимита, у нее ресурсов просто на это нет. Олень убил. Ополченцы вообще не мешают. Ну то есть это что? Это ничего. Молоток пошел. Бааш, почти пятая панда. Поможет ли Архмак? Вызовет ли Элементали или не вызовет? Ну и козочки по... А, нет, все. Они просто... Просто стаф, хорошо. Коза так убегает под подаврой. Да, экспанд видишь, но ничего сделать не можешь. Ну пойдет, конечно, Чаймика в атаку, но... Сложновато. Потому что разница по лимиту в 20. Панда 100% будет пятая. У нее еще бутылка маны есть. Короче, Чаймика будет жить, пока у него будут свитки. Все. Как только они заканчиваются, он разваливается. Одного рабочего забрать. Телепорт. Красиво. Не отдает юнитов. Старается. Сейчас красную точку забрать, пятый левел получить и все. Ну, Мун реально перестраховывается. Он и в прошлой игре перестраховывался, когда у нее на руках было два косаря, и они ему реально помогли, когда пришлось устанавливать двух высокоуровневых героев таверны. Пятая панда. Здравствуйте. Что там? Масочку лучше передать, кстати, маску. Ну, потому что панда чаще танкует. Да, передал. 100 хп не лишнее. Да и Агилу на самом деле тоже пригодится герою-странжевику, потому что все-таки добавляется защита. Такое, смотрите, какое количество юнитов. 6 рифлов, 6 пестов и 16 дриад. Незатейливый такой лимит. Козы, козы, козы. Ну все, вроде Мун готов сражаться. Отрезает армию. Да, 18 друад. Сколько? 4, 4 свитка, смотрите. Закупил против панды 4 свитка. Вины, пары, дыхание. Первое. Класс. Он попал диспелом между винными парами и дыханием. То есть не было поджога, не было периодического урона. Псих ненормальный. Она же красивая. Да, да. Жесть. Ладно. Мичка работает, Чаймика идет в атаку. В смысле, нет. Он готов сражаться. Опять молоток в панду. Как же хорошо зонит он панду своим Маутен Кингом. Блин, застряла панда еще. Что? Серьезно? Что? Да ладно, Чаймика может выиграть еще. Не, ну, панда не может прорваться. Амши нет, инвулов нет. Ну, ставь козла, чего ты ждешь-то? Ну, ёппар, СТ. Вины, пары, дыхание. Цвиток. Лягуха только под парами, под виндами. Но она не против. И этом хорошо. Да ладно, Мун пошел опять в разводы. Нет, нет. Серьезно, все что ли? Блин, вот была ситуация, когда у него плюс 20 лимита. Уже пятая панда. Ох, дотянул. Да что? Сейчас козами этими копьями бетон ковырять. Ты серьезно? Серьезно? Там уже мейна нет никакого. Ты ферму бьешь. Что? О, дыхание хорошее. Ёпперс, это... Я уже откинулся на спинку кресла и пытаюсь... Пытаюсь получить удовольствие от происходящего. Начинается. Начинается. Короче, смотрите, шахты закончились. Мейны, по крайней мере. Сейчас я поближе микрофон подтяну, потому что реально откинулся уже. Мун не хочет драться. Он знает, что к нему будет прилетать атака. Он ставит базу на 12 часах, зная, что противника, скорее всего, сейчас не будет... То есть сейчас критично как раз выигранное время, критично набранные ресурсы. Он пытается сейчас отвлечь от Экспанда, и путем постановки своего, и путем вот такой вот развлекухи. Рабочие эвакуируются. Да. Но все равно лимита побольше. Но там, правда, лимит частично погиб. Этот... Ну, он просто весь вовсе. Так, телепорт. Да какое там? Только козы остались. Зачем ему телепортироваться? Нифига себе, рейндж, как там такое? Вы видели, как рифлы подрезали дриаду? Дриады бегают, прыгают. Молодцы. Набильность хорошая. Да, ковырять тоже этими копьями Маутен Кинга. Это же неблагодарное занятие. Баш, сделай ты, козочка там останется, скорее всего, из-за баша. Нет, выжила, выжила. Ах, все-таки трое рабов доходит до Экспанда. Пытается подрезать, пытается отзонить. Мун пытается просто пандой с третьим дыханием сдуть фермы с козлом вместе с энтами, а дрядками контролят, потому что у них маневренность хорошая. Сейчас еще одно дыхание, там все фермы будут красными. Ну давай, ну. Ну уже КД прошел. Так, а как здесь быть? Надо влево бежать, наверное. Надо дирижабль, наверное, взять. Хорошая тема. Эээ, аккуратно. Ты же не уйдешь отсюда. Только персоналка, если башня сработает. Ну козочками останови, Маунтан Кинга, алло. Ну козочками, ну. Какой? Ну да, Кипер бежит, конечно. Да, успеет, успеет. Еще сейчас Кипер получит. Я не понимаю, что Коза вместе... А у них солидарность какая-то с героем или что? Они могли спокойно этого Маунтан Кинга метелить. Да, все еще дерево здесь. Абсолютно не стандарт просто. Началось все более-менее нормально. Но сейчас опять начинается какая-то веселая наркомания. И... И непонятно, к чему это приведет. Потому что обмен базами и еще лимиты приблизительно равные. То есть сопоставимо, в общем-то, и по силе героев, и по армии. Это... Вообще нереально прогнозировать. Шреддер? Ху! Зачем? Персоналочка пошла. Козел прикапывает Маунтан Кинга. Просто потому что хотел изначально. Толку от этого уже не было. Но как бы козел сделал. Опять баш. Панда рядышком. Что? О-о-о! У-у-у-у! О-о-о! Щемида! Вы видели, как поймал? Маунтан Кинг очень битый. Пытается уйти до магазина. До магазина надо было уходить. А там нет все равно дыхания. Сейчас скоро будет молоток. Можно откинуть свиток. Отличный молоток. Но откидываю... О-о-о-о! О-о-о! О-о-о-о! О-о-о! 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 Не успеет! Не успеет! Не успеет! Там четыре... Четыре дриады сдохло на... ЧТО-о-о! Вы поняли, что там произошло? Я понял, что произошло, но не успел описать это, потому что это просто... Как он в эту... В эту ВМК... И правильно сделал, что врубился в него. Но мы и не все, еще хаос. Господи! Рабочие! Последние умирают у Чаймика! А, телепорта нет и у Муна тоже? А может все-таки... Ой-ой-ой, идет, идет, идет! Ой, персоналочка, персоналочка, быстрее, быстрее улетай! Улетел! Ё-моё! Какая дикая игра! Не, там слишком много кос нужно убить. Хотя вот минус одна, пожалуйста. Там штук восемь кос нужно убить, чтобы... А, еще кого-то убил. А, он эндер в диспейлит, понятненько. Ё-моё! Да-да-да, игра просто превосходная. День, к сожалению, нет. Мунвеллы пустые. Но у Муна работают экспанды. Каким-то макаром. То есть он отвлекает, разводит, экспанды работают. Шреддер тут что-то рубит там в углу. Как будто собирается туда впихнуть дерево. Нет, Шреддер был куплен прям явно для продолжения разводов, чтобы... Хотя зачем, если можно было просто за это самое? А как свалить, Татина? Блин, телепорт придется покупать. Телепорт, телепорт придется. Серьезно? Да, может диспельнуть, может просветить. Да, нет, просветки нет, денег нет. Диспел, диспел. Диспели там армию свою. Ну да, Мун мог пробежать сквозь армию, он такой наглец. Энты там потихонечку, но рушат базу. Он башит каждый раз после... О, это полный моно. Соняя, по-моему, я слышал, что МК как-то удивляет. Он был вставлен в Трио Ватурнии, это был в Норс. Он ждет! Ааа! Нет! Мун! Нееет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет, нет! Это может быть 2-0 прямо там. Что? Что? Это была провокация на стафф. Ё-моё. О, Матун Кинг, можно пробовать память! И Мастлепорт уже. У-у-у-у-у. Я сижу и офигеваю от происходящего. Это молоток улетал, просто. Ё-моё, вы серьезно? Нет, нычка пока еще работает. Мун еще жив, но... Что? Да, очень сложно разводить против такого архмага, согласен. Крайне сложно. Медведи начинают строить. Ну, ну, вроде покачанного, блин, Маутен Кинга. Кипер пытается нам что-то подрезать, не получается. О, приста подрезал. О, о, о. Да, экспант еще внизу, естественно. Просто став работал на... Ну, телепортирует тебя и на телепорте на ставе к дереву, которое выше тиром. А выше тиром у нас на севере дерево. И Чимик об этом знал. И Маутен Кингом пока там развлекал панду, бежал уже к основной армии, чтобы заблокировать выход с экспанды панды. Это такая просто... Это очень хорошая игра. Нестандартная, но прям... Прям дикая. Как? Да, мишки пошли. 56 лимит на 47. Лимит на самом деле так себе. И свиток-то остался только один. То есть ночью с пандой... В принципе... В принципе, можно и отбиться. Да, пошел на экспанд, но Мун, судя по всему, опять не хочет сражаться. Он пошел. Ну, хотя разводить-то какой смысл реально против 6-го левела? Да, не хочет разводить. Он за экспанд будет воевать, пытаться воевать за экспанд. Сейчас будет... Не-не-нет, не успеет он добить. Или будет добиваться массовой ТП. Да. Не, у Муна армии вообще дикая по составу. Да. МК далеко от 6-го, к сожалению. Да, у него там есть бутылек, да, у него есть особая маска, один свиток, но... Там еще дирижабль Муна. Если он постарается, он может молотки и выйдить с пандой через дирижабль. Но Чаймика нужно давить. У него же экономики вообще никакой нет. Ни рабочих, ни экспандов, ничего нет. Дирижабль смотрит как... Эй, ну куда, ну что? Шреддер. Ох, дыхание пары. Диспел отличный, да, опять. Диспел, диспел. Медведь. Один... Один свиток лечения все еще есть, минус два медведя. Дыхание пары... Ох, прекрасно. Не, не добивает Чаймика вроде как. Да, последний свиток заюзал. Сейчас будет дыхание пары, последний, смотрите, и кипер шестой. А торопиться некуда, да, там же экспант работает. Ставчик. Транквилла пошла. Да, но успевает довольно много восстановить. Куда козел летит? Во, винные пары дыхания, все красное. И сейчас рифлы разваливаются. Ё-моё. И... Архмаг битый. Генни пары дыхания, минус АМ. GG. Один-один. Сумасшедшие игры. Сумасшедшие игры. Сумасшедшие игры. Уровень. Уровень. Не без ошибок, конечно, но учитывая нестандартность игры и то количество решений, нетипичных, которые приходилось принимать. Они, конечно, оба отыграли просто прекрасно. Пойду умоюсь еще разок. Скоро вернусь. Третья решающая игра. Победитель выходит с первого места из группы. Мун медитирует. Связь с космосом у него. Прямая, видимо, там. Ам. Он с ними оборудовался. В organic-проэндж earlier. Он тут принесет. Ам. Подтягиваете. Он оборудовался. Сумасшедшие игры. Они еще разок slipkratили в игре. Мун мурира был такой, что это не билег. Это не было билега. Я хочу на комбо. Безусловно. Мы были бы ежедневно. Когда он разокнулся. И вдруг он разокнулся. И опять. И опять. И опять. Я думаю, что мы можем добавить это на то, что Мико может сделать очень хорошо. Серьезно. Некоторые вещи он делает, он самый лучший в мире. Да, он как «Илент-Knowledge» или как это называется. Когда вы очень хороши от чего-то и не любите других вещей. Но да, он имеет это в так много вещей. Локс, ровно, диспелс. Я думаю, что это «Клап-Стормбол» комбо. Он очень быстрый. Надеюсь, что этот игрок не оставит слишком негативный знак на Чимико. Он чувствовал, что он был в контроле этого игрока. Это не так, что он бросил огромное преимущество. Муни всегда получил возможность победить этот игрок с возможностью counterattack. Если что-то, я думаю, что Муни сделал этот игрок тяжелее для себя, чем он требовал. После Пан-Eye Level 3 на Мерчант-Крепе, он должен был идти на counterattack прямо. Но он был немного слишком лёгкий. И он пошел на дефенцию, когда он не должен был, когда он не должен был это сделать. Так что он получил победу. И все, когда это закончится. Но это было не только что-то. Правда, этот тренд продолжается. Мы говорили об этом вчера в игре против Хантера. Где Хантер его чем-то больше, чем название предоставить. И, да, это не победительный мунь из WGL Winter. Это, конечно же. Как быстро он будет идти в топ-8. Да, это простая раунда. Но это абсолютно не простая раунда. Дорогая до конца, это то, что мы видим в игре 1 и 2. Следующий мап – это мап Чимико. Он был очень тяжелым на мунь. Давайте заглянем чуток в будущее, когда эти игроки будут в боу-5, в боу-7 играть. Ну, тут сойтись должно, да. Тут должны быть такие игроки, типа Муна как раз, которые могут в определенный момент решить «Ах, пойду-ка я вразмен». Игра, конечно, приобретает совсем другой оборот. Идет по совсем другому сценарию. Уже неоднократно говорилось, когда начинается отклонение, типа, размен по базам, бейстрей, так называемый. Там все настолько переворачивается с ног на голову, контролировать ситуацию становится сложным, надо принимать очень быстрые решения. Привет, Олегович. Варден, кстати, у Лавлиета на этой карте прекрасно отыграл, помните? Ну, Мун не такой большой фанат Вардена, он может через нее сыграть, но... Ну, хотя, черт его знает, он много, да, все равно много играл. Нет, Димка все-таки. Все-таки Димка, на Терри Найсе, причем Димка. Дима и Архмаг, как будто они что-то знают. Да, похоже, что фаст эксп... Тут как бы и Мунвелл тебе рядышком между экспандом и мейном, и барак довольно агрессивно стоит. Подходим потихонечку. Да, оба крепятся будет. Это такой, задел на долгую игру сразу же. Не понимаю только, зачем такой ситуации Димка нужен. Может быть, это Майнгеймс как раз. Из серии Возьму Варден, там будет МК, он, скорее всего, будет похуже, плюс 9 когтем. Так, а у Димки у нас амулет же был, точно. Амулет в любом случае пригодится второму герою. Ну, конечно. Конечно, конечно, в этом и плюс. Ну, с одной стороны плюс, с другой стороны минус. А, кстати, экспанды не ставят, Мун. Это фейк. Может быть. Что? Что-что-что-что-что-что-что? Т2 и нет экспанда? Или он слева его заранее поставил? В этом нет смысла никакого. Что-что-что делает Мун? Подождите. Покажите нам на Мэне. Это барак, это Мунвелл. Это что такое? Не могу понять. Не могу понять, что собирается делать Мун. Он же фастекс должен был идти. Там единственное, что стоит что-то слева от леса, видите, по центру тоже. Это хорошее построение, мы видели, помните? Сегодня забраться. Так просто. Что за ошибки? Там ботинки есть у Димки, он может погнать. Непонятно. 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 Какой вообще план у Муна? Запушить этот баг крайне маловероятным. И что это? Вот что, объясни мне это. Ну, объясни. Почему? У тебя ресурсов дофига, леса много. Какого? Ты мог на полминуты раньше взять, поставить эту базу? Вообще не понимаю. Зачем? Он мог влепить экспант одновременно с Хумановским. Одновременно с Хумановским влепить эксп. Причем, ладно бы он там не знал, что происходит, что боялся, что этот эксп покарает, но так он же контролил весь Фомандж и видел, что там фаст-эксп делается тоже. Какие проблемы экспант поставит? Особенно с Димой. Какие... Чего он боялся? Да, и Хантерс Холл у него явно не по таймингу, согласен. Нет, что-то у Муна... У Муна какая-то хрень творится. У него Димка неопытный, проиграл по криппингу Архмагу. Хотя ТС, как бы, вообще без проблем. Должно быть. Экспант, черт знает, когда... Нет, футмен... Угу. Он футу показал, что нет экспа и Т2. Так фут потом убежал, еще много времени экспант не строился, почему он так долго тормозил? Надо было проверять, что фут смотрел вообще на Т2 у эльфа. Какой смысл проверять экспа, если ты можешь на дерево тоже посмотреть? Обманывают тебя, не обманывают. Для больших турниров. Да, ну, видимо, здесь какая-то сложная логика. Зачем Миколут уничтожил? Ну, у него же слотов просто, у Архмага он выбрал более нужные артефакты и уничтожил то, что их без пани задиспелил. Да... Панда вторым... Подождите, он... Он продал амулет маны? Демон Хантер продал амулет маны. Главное, чтобы панда об этом не узнала сейчас. Не, это... Это... Мун... Играет крайне, блин, нестабильно. То есть он иногда показывает вообще выдающуюся какую-то... Какую-то игру, иногда... Все просто не клеится. Вот что? Что это такое? Вот зачем он продал амулет маны? Нахрена ему так рано деньги? Это артефакт, который в полтора раза фактически увеличивает ману у панды. Ключевой ресурс, по факту. Я надеюсь, что он продал амулет маны. Это так? Это так. Ты никогда не сказал мне. Шреддер, ладно, помогает и с Криппингом, и с Лесом. Сейчас пойдет у нас развлекание с Дирижаблем. Выпало Трушот Ауры еще Архмагу. Там, конечно, Димка контролит это все дело, но даже если ты знаешь о том, что летит Дирижаблем, не факт, что он не нахарасит нормально. Без Ancient of Wind отбиться сложновато. Шесть моноберн. Ты издеваешься, Мун? Понимаете, да? Ну, во-первых, тут особо, ну, во-первых, испыт терпит немножечко. Вроде как у Фудмена ни одного, или одного там потратил всего лишь. Остальных всех спас. Угу, это безусловно плюсовые события. Во-первых, он отвлекает панду от Криппинга. Во-вторых, он Майнинг Тайм, ну, время добычи уменьшил. Виспов поубивал. Это очень хорошее действие. Очень хорошее действие. Там, ааа, Бладмейдж. Значит, будет опять же тайминговый пуш с высасыванием маны. На мосту где-нибудь будем застраиваться, да? Хорошая тема. Да, да, да. Не, почему? Не факт, что там будет баниш. Ну, хотя, чёрт его знает. Демон Хантер поотбегает. Может быть, кстати, в баню у этого, Димку, и высасывать маны у панды. Персоналку вынужден был купить. И улетает. А почему он не стал высасывать дальше? Что? Короче, непонятно. Что происходит, непонятно. Мне надо меньше вопросов задавать. Светокличение, хорошие артефакты. Панды вытанковывают. Нормально выбивает артефакты. Это плюс шесть, непонятно чего. Инты давай, и продай её тоже. А зачем тебе 90 маны, если ты 150 продал? Ну... Выходит из лимита чаем. Там тоже тайминговый выход в Т3 в Медведей. Готовится отбиваться от пуши. Метал Гаврик. Император играет сразу после них. Самое интересное, ты не пропустил. У Муна, видите, тоже 50 на 70. Сидит на лимите 50. Ждёт, когда там Медведи получит ключевые игры еды. И будет выходить из лимита. Очень похоже по сценарию на первую игру. Тоже не очень удачное начало у Муна. Отмена экспанда. Это тайминговый пуш, правда, с другим героем вторым. Но его можно понять. И посмотрим как... Ну и подготовка Муна к этому всему. Всё прям по лекалам игры на Эхуайлз. Но вы помните, что это было только начало. Хотя большинство игр заканчивается именно на этом пуше. Либо вы продавливаете, либо нет. Как бы... Ну, либо отбиваетесь, либо нет. Неважно. Да, пошли в вышечки. Очень хорошо готов, конечно, чай. Мне кажется, он опять немножко затягивает. Видите, у него уже лимит 80. А где лес Мун? Он, видимо, подзаказ... Нет, он не подзаказался. У него 1400 голды и 100 леса на руках. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Видит Блад Мейджи ещё разок. Мортирки. Здесь АО, в которой контролит. Видит, что лимита много. Тут же выходит из лимита. Угу. Пошёл Лэншин То Винд для того, чтобы фейриков сделать и подконтрить... Подконтрить фейриков. Что? Да, конечно, big mistake. Первый грейд на атаку, как сейчас доделывается. Тут еще Криппинг идет, и Бладмейджу, может быть, даже хватит до третьего уровня Рядышком, рядышком есть... А, застройка с этой стороны, понял все Ну да, да, там же мортиры, они же простреливают шахту отсюда Это провокация 62 лимита на 80 И позиция очень плохая Да нет, там флэймстрайк, скорее всего, будет Он как раз под позицию хорошо подходит Пошла иллюзия Берн Иллюзии пошли Да, флэймстрайк Шрейдер там впереди Минус одна вышка, минус вторая вышка В принципе, здесь можно не до конца Вот отбил вышки, отступил и все Да Но ему не нужно Вообще никого не потерял Мун, судя по XP Бладмейджа А вот трупов там рабочих и всякого отребия альянсовского Никакого расизма У нас все объективно Осталось лежать на поле боя очень много Это радует Сейчас перегруппировочка идет Лечится Демон Хантер И снова атака Как раз там Подкрепа Больше чем 80 сложно сделать Больше чем 80 сложно сделать По лимиту Чимико А вот Муну Как раз нужно дотягиваться до этого лимита Ага Неплохо Да, идет Пытается сейчас скриптджекнуть Хороший Берн Отвратительная позиция для Чая Хороший Феррик просто Оооо Book of Dead? Серьезно? Серьезно? Телепорта нет? Что? Да, Флэмстрайк сразу циклоном поднимает воздух Вся армия уходит Сейчас винные пары дыхания еще одни Я там слишком замедлен почему-то Сорочка подрезает Я думаю, что Мун сейчас сразу справа будет ставить базу А, он слева хотел поставить базу Увидел, там вышки находятся Да Да Немножко не в позиции, мягко говоря, оказался Чаймика У него не было телепорта Вышки слева, сам он справа Крипы сверху ТП нет Все Что делать? Отступать медленно и печально от Дриата и Панды Уже и герой у Муна лучше И пуш провалился Но я не хочу говорить про то, что как бы в дефолте эта игра уже Ну, должна заканчиваться в пользу Муна Потому что, повторюсь, на Эхуайлз было что-то подобное Не стоит Чаймика списывать со счетов раньше времени У него по-прежнему есть лимит У него по-прежнему Есть герои Вот И по-прежнему он играет против Муна, который Может удивить Да, пошла нычка в правом верхнем углу Все правильно Гиппогриф Это, видимо, против вертолетиков и одного дирижабля О, халтарь было бы неплохо А, Шредер еще подрезали 4 феррика Пытается штрафануть рифла Под инвизом Ох, какой флеймстрайк хорош Да, не так хорошо, как в прошлый раз Может, а, у него инвул есть Дыхание великолепное в самую кучу И феррики Смотрите, что творят феррики Просто Высасывает ману сверху и телепортируется Не может выключить с автокаста пристов И они там друг друга лечат Это больно, но продолжают они лечить друг друга Идет менять экспант слева Сам наверху достраивает Но медведи довольно битые и под слоу И надо сейчас отлично эти вышки Там сзади армия Могут подрезать одного-двух юнитов Все не так однозначно Пока еще лимиты более-менее сопоставимы Хорошее дыхание Лучше это было сделать, потому что У панды все равно ману так или иначе выжигают Да, подрезаются сзади точно медведи Добить бы эту вышку несчастную Может даже стелепортироваться отсюда Потому что с пустой пандой сражаться Да, убил Позиции тут нет особо И медведи биты, да Телепортироваться Это правильное решение Потому что несопоставимы траты Там 350 телепорта Он и так медведя потерял Это две трети ТП Если даже не считать Тот опыт, который герои получают Это тоже имеет значение Тупо по деньгам Как бы лучше свалить Так, пять, четыре с половиной Четыре три Да, по героям, конечно, он сильно вырывается вперед Лимит не внушает страха На самом деле Вот этот вот Т2-шный С рифлами 1-0 против медведей 2-2 Но не они, конечно, главный дэмэдж-дилер В первую очередь Это всякие там флейм-страйки, близзарды Если, конечно, АМ переучился на близ Я что-то не помню, был близзард или не было Очень хорошо вытанковывает футмен Там травит ряд Дрейн Выжигает 150 маны Не почувствовал вообще демон-хантер Этого высасывания Ой, какой это опять циклон Вы видели? Какой циклон Это третий заряд Остается только анимация от взрыва И да, телепортируется Но пока мун Оооо Вообще не да Вы видели? Как сдуло там Этого инвокера Тьфу, Бладмейджа Прекрасно Да, все-таки Мне кажется, что если я скажу опять что все-таки Мун выигрывает эту серию, он опять скажет, как будто бы услышит меня и скажет, Михаил, готовься. И пойдет в разводы какие-нибудь. Отдаст гейм героев двоих, полдюжины медведей. Да, переучивается Архмаг. Переучивается Архмаг на Близзард. Контролит экспанды у него. Напомню, X в правом верхнем углу. Он играет 3 в 2. Немножечко свитков закупил уже, против почти пятой панды, там 3 свитка у Чаймика. Hold my beer. Да-да-да. 3-2 грейды. Странно, что Мун пока еще химернист не построил себя дома. Не против кого просто, потому что может. Он любит химер строить вот в такой ситуации. То есть, куда развиваться дальше? Вот у тебя медведи уже... 81 лимита. Ну ладно, 80. Все, он задиспелил Виспа. Чтобы... чтобы такое сделать? И тут в голову Муну, как правило, приходят химерницы. Три штуки, строящиеся обычно в каком-то укромном месте. А, нет, он будет давать финалочку. Это будет... это будет дроп восьми медведей на голову рефламы кастером. Так, так... Тут, видите, такой строй. Плотные ряды брейкеров, поднять щиты. Ну, кажется, чего-то... заподозрил, кажется, Чаймика. Хотя, какая разница? Все, дропаем. Бах, бах, бах. Медведи прям в куче, сорки, в шоке. Да, телепорт сразу. Все горит. Мортиры не ожидали такой подставы. Ой, падает мортира. Ну что, не будем... Не, не будем на базу идти. Под вышки там слишком... слишком тесно для медведей. Такая психологическая атака. Восемь медведей. А, ну тут, видите, какая застройка еще классная. Можно было шатнуться и минуснуть экспан. Но дыхание хорошее может быть. Ну да. Но фермы стоят грамотно, видите? То есть медведи не могут подойти спокойно и по... Ну хотя все равно хватит, я думаю, урона. Минус медведь. Телепорт. Минус два. Демонхантер. Да. Мун все еще может. Все. У меня нет вопросов. Сомнения, признаюсь, были. Но он все еще могет. Как бы казалось бы, нахрена ему этот эксп... Застроенный. Хрен подойдешь медведями. Хрен окружишь. Панда без маны. Сдувать не может. Но, блин, я убью этот экспант. Да, у меня три базы. Да, я доминирую. Но экспанты меня бесит. И он теряет, там, двух медведей, парочку там... Это не наши трупы, кстати. Это... Так, мэйн закончился. Интересно, будет ли Мун сражаться за свой... Вот эта база очень важна, на самом деле, потому что это х2 по доходам. Да и, как бы, у него все еще лимита больше. Да, конечно. Как иначе-то. Высасывает опять, что, к этот ману. Димку окружили, замуровали демоны. Спасайте, спасайте. Хороший бёрн. Персоналка, дыхание, пары, флеймстрайк. Дима врывается, свиток пошел. Бладмэйдж терпит, но у него есть инвул, он пропивает инвул, у него еще есть свиток, большой бутылек. Какой Близзард и флеймстрайк хороший. Очень битый Димка. Дыхание, опять пары, все, красный, но тут же свиток. Делает там еще два свитка есть. Учаймика, он может выстоять 63, правда, на 76. Демон Хантер близко довольно-таки к шестому уровню. Дыхание упа... Нет, высасывает ману. Манобёрн сразу после этого... Нет, не пропивает. Ставится, телепортируется. Феррики продолжают жечь. Стрепортировался. Да, конечно, сейчас вот... А, ну там 4 мортира, на самом деле, могут довольно быстро забрать. Жалко экспанд? Нет, потому что там 3 рифла, 2 героя, 4 споу-брейкера. Сейчас как они убьют экспанд? Будет ли сражаться? Не, не будет сражаться. Не за что уже сражаться. Да, разводы, разводы скандируют в чате. Да, да, сейчас. Не дай бог. Тимяшится это опять Муну в голову. Пойдет. В смысле, а МШ прож... А, хотя МШ диспеллится. Да, это все контррится. Вопрос в микроконтроле. Они очень достойны друг друга, просто прекрасно играют. То есть, Мун, видно, что чуть посильнее играет. Ну, то есть, в среднем, да, получается. Но как только он выкидывает какую-нибудь свою очередную хрень, Чиммика тут же этим пользуется. Уже в который раз. То есть, вот прям... Пятый, да, пятый. Я, кстати, не знаю, может быть, он даже третий дрейн возьмет. Потому что по 45 маны в секунду, это дичь. Хотя лимиты хорошие. Лимиты очень хорошие. Флэмстрайк. Опять, нет резона сейчас лезть на эту вышку, на этот экспантум. Дирижабле дается весело, как в Таро Девинси. Нет. С чем пришел? Так быстро. Нейтрализует Димк. Да-да-да, там как-то сомнение. Похоже было, что второе высасывание было. Не так резко было. Так, АМШ у одного, у другого. Это как раз сифон контрить. Да торопиться некуда вообще. У Муна по-прежнему 2 в 1. Ему бы одного виспа повесить в правый верхний угол. Ну, просто, чтобы он там висел, и чтобы он знал, что там не делается никакая халява. И все, и держаться этого экспанда. Герои в плюс. И даже несмотря на отдачу, а он не хочет виспа, он просто мейном перекапывается. Будет куда героям красному летать, правда ведь? Подходит, подходит Чимико, чувствует, что... Что с этой базой тоже нужно что-то делать. Мун жмется, потому что Дима его черт знает где. Инвиз. Класс. Флэйр пошел. Тут такие армии, конечно, прекрасные. Пошла застройка. Ой-ой-ой, плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Ну, сейчас уже не стоит, наверное, на мост идти. Ну, поехали. Флэймстрайк, Близзард. Медведи, тем не менее, идут вперед. Вины пары, дыхание свиток. Пытается спасти рифлан, он тут должен догореть. Нет, его рифлы добили. АМШ, и на мост пошел Мун. Флэймстрайк, Близзард, как же больно! Телепорт! Алло! Телепорт! Ёпрес, это минус эксп. Брейкера добил. Да, но нет, но нет. У него все равно 80 лимита. Да-ра-да. Да-ра-да. Да. Да. Нормально. На самом деле, все хорошо у Муна. Как это ни странно. Он продолжает. У него вроде все красное, все плохо, там все заливается, но никто не умирает, потому что медведи жирные. А рифлов там попробуй под контроль. Брейкеры тоже не сильно удар держат по сравнению с медведем. Там же 3-2, нет, 3-3 там уже грейды у медведей. Они там вообще не щадят, если подходят, конечно. И Дима уже почти шестой. Панда тоже к шестому идет. Какие игры? Борются, борются. Я думаю, что это топ-1, топ-2 группы прям... Там даже не важно, кто там. Это... Кто там остался. Неважно. Чай Мика или Мун должны со второго... Ну, в случае победы одного или другого, должны выходить из группы все равно. Потому что он такая воля к победе, такой уровень хороший. Приятно смотреть. На эту базу уже нельзя отдавать. Снова готовы сражаться. Но Димка там, Димка... А, там нет телепорта еще! Вот в чем проблема может быть для чая. Ай, Ферик. Берна, 150. Инвизный Бладмейдж. Хитрец какой, а? А, забейте. Высосал и сразу в инвиз такой шух. Метаморфосос, метаморфосос. АМШ, винный пары, да, здесь разберут. Свиток, хороший. Почти шестой. Димка, он успевает сделать Берн. Уже отступает в сторону Мунновской базы. Да, шестой уровень. Иииии... Супермен! Да. Зрители ликуют. Да, 44 лимит на 76. Флеймстрайк. Панда шестая. Панда ультует. У-у-у! Циклон. Красиво. Архмак еле-еле уходит. Умирает от Фериков. Это гуд гейм, друзья. Очень красивая игра. Чимико улыбается. Фух. Мун не понял, кто победил. Нет. У меня такое выражение было, типа... Что это было такое? Что-что-что-что-что произошло? Копа, все, забыл. Это было красиво. Но Мико... Умирал. 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 Так, ну что, самое интересное осталось, друзья.